Всем привет, с вами я Рома, это 4 серия пути бомжа на Русь Мобайл, я должен с абсолютного нуля стать миллионером на первом сервере. В прошлой серии я выполнял квесты для новичков, и наконец-то я выполнил все квесты, а теперь я буду обозревать и смотреть какие работы есть на Русь Мобайл. Я буду их смотреть, обозревать, сравнивать, и я буду смотреть какой заработок лучше, так что вас ждет в этом ролике очень много всего интересного и познавательного, так что не перематывайте этот ролик, так что досмотрите его до конца. Чуть не забыл, если вы хотите получить очень много денег, то нажимайте на эту кнопку, потом на кнопочку промокоды, и в этой окошечке мы вводим слово с большими буквами Легионер. И когда вы введете этот промокод, нажимаем применить, и вы очень много всего получите, вы получите Мерседес G65 на 3 дня, Бронзовип на 3 дня и 150 тысяч игровых рублей, и вы можете поднять столько денег на старте игры, так что я вам рекомендую ввести этот промокод, так что вы не пожалеете. Я не буду вас задерживать, я желаю вам приятного просмотра, а мы начинаем. Так, пацаны, вводим команду GPS и в карты, давайте посмотрим какие есть работы, у нас есть начальные работы и просто работы, давайте в начальные, у нас есть стройка, лесопилка и пивзавод. Пивзавод я туда ходил, так что интересного там нету, лесопилку я еще туда ни разу не ходил, надо туда еще сгонять. И стройка, я только один раз там работал, но там можно выбрать 3 увлечения. Давайте выбираем стройку и поедем туда, так что встретимся, когда я туда доеду. Так, я приехал уже на стройку, давайте уже подходим к нашей метке и смотрим, что у меня здесь доступно. Так, тут у нас есть каменчик, но я уже тут работал, и тут у нас еще есть штукатур и сварщик, но они мне еще не доступны. Так что давайте сделаем так, я каменчик немножко поработаю вне видео и уже встречусь с вами, когда будет доступно штукатур и сварщик. Но я, наверное, сделаю это в следующей серии, потому что у меня, так сказать, есть дела поважнее. Давайте поедем в какое-нибудь другое место, которое у нас есть на начальных работах. Так, у нас осталась только лесопилка, давайте отмечаем ее на карте и поехали уже к ней. Все, наконец-то я приехал уже на эту лесопилку, уже столько времени много я потратил на это, так что давайте подходим к нашей метке. У нас тут есть добыча древесины, распил древесины и обработка, но мне, как обычно, доступно только одно, это добыча древесины. Так что давайте уже приступаем к нашей работе, мне такую форму выдали, такой работяги, ну, в принципе, неплохо выглядит. Так что у меня уже появилась метка на карте, мне нужно идти к деревьям и их нужно их добывать. Так что давайте уже бежим к нашей метке. Все, я уже подбежал и тут у меня снова открывается какая-то мини-игра. Тут у меня есть бензопила, я должен что сделать, включить его, так, удачно. Нажимаем на далее и теперь я его должен завести. Дальше все, нажимаем далее и теперь я должен распилить дерево. Только как мне его распилить, я не знаю, мне чего его взять, взять пилу и вот так вот его трогать, трогать его и вот так вот его вести или как. Я не знаю, он не берется, я не знаю почему он не берется и как мне тогда пилить деревья, я реально не понимаю. А, на бревне были кнопки, нужно было на них нажимать, вот я не додумался до этого. Так, и, конечно, ложим бревно на нашу тележку и у меня снова появляется метка на карте. Нужно доставить эту тележку до склада. Хорошо, ну давайте уже побежали. Все, я добежал уже до склада и за одну добычу дерева мне дали всего лишь 760 рублей. Капец, даже на пивзаводе мне больше заплатили, ну реально. Я думал, что лесопилка будут побольше давать денег, а тут какие-то копейки всего лишь-то. Ладно, давайте вводим команду, чтобы посмотреть сколько времени. А, это не та команда. Переиграл я, Радмир, так сказать. Так, вводим команду слэш тайм и время у нас 21.27. Так что давайте я немножко здесь поработаю и посмотрим сколько я здесь время потрачу на лесопилке. Все, я немножко здесь поработал, так что давайте уже заканчиваем уже добывать древесину. И у меня на балансе уже 112 тысяч рублей, а у меня было 105 тысяч. Так что я заработал при помощи добычи древесины 7 тысяч рублей. Ну в принципе неплохо. Когда я снимал этот фрагмент, я забыл посмотреть на время, сколько мне понадобилось времени, чтобы я заработал эти деньги на лесопилке. Так что я немножко так ошибся и забыл, так что больше такого не повторится. Ну все, начальные работы у нас закончились. Я все проверил, только лесопилка и стройка. Там у них по два увлечения осталось, но они мне сейчас недоступны. Мне их нужно обязательно проверить и как там можно заработать. Так, работаем. В такси я работал, мне не понравилось. Автомеханик я там работал, но в принципе неплохо. Мне даже понравилось. Так, автобусы, кстати. Водитель автобуса я еще не работал, так что давайте ставим метку и берем скутер и поехали уже работать на автобуснике. Все, я приехал уже устраиваться на водителя автобуса. Давайте подходим к нашей метке. У меня появляется окошко, чтобы арендовать автобус за 200 рублей. Так, арендовываем. И тут нужно выбрать маршрут. Екатеринбург городской, Ленинск или Южный. Ну давайте выберем самый первый, городской. Так, и нужно выбрать стоимость проезда от нуля до 100 рублей. Ну давайте выберем по классике 100 рублей. Далее и все, и мне такой автобус дали. Ничего себе. Это электробус, электробус. Ну что, давайте уже, что мы тут сидим? Давайте уже заводим двигатель и погнали уже рассекать уже по нашему городишку. И все, и первая у нас остановка. Автобус по маршруту Екатеринбург городской отправляется через 10 секунд. Ладно, хватит уже шутки в сторону, как говорится. У нас тут очень важные дела. Тут нужно зарабатывать бабки очень бешеные. Нужно делать деньги, как говорится. Так что давайте. Я уже выехал уже из вокзала и погнали уже рассекать. Все, я проехал полный круг этого маршрута Екатеринбург городской. Так что давайте уже закатываемся. И за один полный круг мне дали 8000 рублей. Ничего себе. Вот это да. Так что давайте заканчиваем работать. Это за один полный круг мне дали 8000 рублей. Ну это даже хорошо. Ну значит я буду... Здесь я буду уже делать деньги. Короче. Здесь я буду зарабатывать очень огромные и большие бабочки. А теперь, пацаны. У меня на балансе 120 тысяч рублей. И самое главное. Нужно нашему бомжику Роману Легионеру. Уже прикупить свою первую машину. Потому что уже четвертая серия идет. А у меня до сих пор нету машины. Так что это уже не порядок. Так что я уже приехал в автосалон низкого класса. Давайте уже заходим уже и смотрим, какие у нас там есть машины. Так, Зазик. Он продается за 30 тысяч рублей. Не, я не хочу его. Эта машина. Нет, не хочу. Вот, кстати, вот эту машину я бы хотел сейчас купить. Так, но эту машину я не буду. Я ее на Радмире уже покупал. Так что я не хочу повторяться. Вот эту уже мне не хватает. Так что давайте уже выберем, наверное, вот эту машину. У меня она больше пригляделась. Красный? Не, я видел очень много людей. Это на эту машину все время красный ставят. Я не хочу снова повторяться. Давайте выберем какой-нибудь другой цвет. Давайте выберем, ну, даже не знаю, оранжевый. О, давайте синий вот этот выберем цвет. Мне даже нравится. Так, покупаем. Да, все. Денежки у меня отлетают. И у меня, конечно, появилась моя первая машина. Так, вот она. Иди сюда ко мне, красавица. Да, и сейчас уже сяду в нее и уже поеду уже в ГИБДД. Нужно получить на нее номерные знаки. А то еще ГИБДД оштрафуют меня. Так, пацаны, я сейчас в ГИБДД. Я прикупил себе два номера. Это У417УМ и Н587УР. Я даже не знаю, какой себе установить и какой продать. Ну, давайте Н587УР продадим, потому что они мне что-то вообще не нравятся. Так что давайте их продадим, наверное, за 500 тысяч рублей. Надеюсь, кто-нибудь их купит. Все, номера прощайте. Я их уже выставил на продажу за целых 500 тысяч рублей. И свои номера У417УМ уже будем устанавливать на нашу машину. Вай-вай-вай, пацаны, смотрите уже. У Романа Легионера появилась своя первая машина. Теперь уже может Роман Наш Легионер уже раскатывать по этому городишку уже. Теперь уже не пешком уже или на скутере уже ездить. И на этом четвертая серия Пути Бомжа подошла к концу. Если вам понравилось это видео, то по классике влепите жирный лайкосик, подписка на канал и комментарий. Я буду дальше продолжать и смотреть, какие есть работы на Русь Мобайл. Я буду смотреть, какая зарплата на этих работах присутствует. И я буду зарабатывать большие денежки и выполню свои задания, которые я рассказал еще в первой серии. Если вы не знаете, то просто посмотрите первую серию и вы все сами узнаете. А теперь я буду с вами прощаться. Всем удачи!